ну что что всем привет девятнадцатая фирма совхоз балдейкина но мы и пока просто посмотрим ничего не обещая ничего не знаю просто посмотрим тем более то выше обновление конечно же ничего там не читал мне интересно сама карта поэтому давайте глянем что на этой карте есть потому что в принципе если читать комментарии под карты где все это выложено пишут блин ну классная карта классная прям и овощи поэтому давайте глянем что на этой карте интересно но по скриншотам видно что она такая но что-то хотя там автор же тоже дэн бен поэтому присутствует вроде как такие же объект а это вообще не мои я не знаю что это за картика эрлинград куда нам не взялась первый запуск как видите поэтому долго грузит ничего подождем куда она спешит я только что пришел с магазин были на улице вообще ташкент я зашел с меня были прям не знаю в поток целый ухват все где вы появились мы появились у кого свою дома не похоже только домики видео кстати скриншоты там прям вообще красота такой советский прям домик свет тут можно подрубить включатель работает не работает может другом месте работать прям такая советская атмосфера мне нас честно не особо нравится современная вода вот особенно ты дел тобой его вам не будем это обращать внимание так что будем громко все заглуши пока вы да тут у нас смотрю новенький падат тоже дыр дураков лес лук ну начнем с производства у нас тут есть а их надо покупать кстати чтобы узнать ну подожди а это лица пилка протравитель зав дом автомеханика вот я без понятия общей чуть-чуть за место ку и а давайте купим посмотрим вот так вот и чудо это дома ничего не дает она просто что-то покупать можно это у нас по моему карьер за сколько он сорок одна тысяча я уже привык к рублям дайте мне наша так и сколько он будет стоить получается да куда ты 10 лям вполне приемлемая цена у меня был уже раньше подобный карьер он оказался очень читерным потому что прям капец там как быстро все наполнялось овощехранилище стартовым набором удобрений и семян приехал выгрузит но это понятно мало коза вот наверное такой же кино рассвете тут и гадать не стоит это чё такое а рыбхоз но это можно было понять что тут написано русская рыбалка ну тут еще и порыбачить можно хочу нужно завести как и на рассвете кукуруза рыба вообще просто еду о чем алька не надо завозить загон для свиней 18 вообще чихну смотри-ка и загон ты тут такой посовременнее скажу чем на рассвете мне это уже нравится сколько стоит лук 53 ляма чё так жирно чё по полям 9390 200 лямов 3035 гектар 200 лям то вы чё с ума сошли что тут только аренда так хочу за домики такие напорная башня и какие-то а это типа деревня наверно но это коровник за 20 лямов но естественно смотри сколько всего на этой базе а чё туплю ты чё я туплю я я уже забыл как так восьмерочка она скорость я помню коровник но коровник чем-то напоминает коровник на рассвете что то есть такое так вот прям счета такое авторское чувствуется коровники кстати тут другие они от по-моему это то да это тот же самый коровник что и на рассвете вроде как здесь как-то все прям интересно сделано вот навоз есть дороги тут на опять это динамическая грязь как на рассвете которыми просто вымораживать ой здесь навоз блин навоза тут прям до хрена и загон тут большой мне нравится цена конечно большая но вместо тут до хрена дорога тут есть даже представляете биогаз чё по биогазу ну сам простой биогаз по на красной звезде точно такой же к коптильный цех а это просто . продажи понятно а это чё у нас сахарный завод сахарный завод и чё у нас принимает свекла тряснику вода как ни странно и сахар это какая-то деревня это чем из лесопилка сколько стоит 5 лямов вполне сойдет для стартового производства а вот это у нас что такое производство пилет ну да как и на рассвете но она не совсем такой как на рассвете до рассвете же тут по моему это здание поливать заводила еще в моносмесь для всех животных пастбища овец 3 ляма другим смотрим ни хрена тут обрыв какой если сорвешься то считай все это ветер даже ветер есть не на каждой карте можно такое встретить так это на не прием тростника но это просто деревня водонапорная башня лес 36 лямов дом механика был это было это было это чё у нас зав ну как посмотрим такой же как и на рассвете тут уже ну да тут задание много но учитывая кто автор я не удивлен это даже хорошо потому что эти здания не как фпс не просаживают летим на базу вот наша база получается тучу один только въезда легко можно исправиться от ним модом надеюсь не простыл ремонт один выпить на всякий случай то что как-то не значит прям вообще у нас на старте кстати неплохой набор техники осмотрю 4 трактора неплохой набор навесного прицепного еще один трактор 5 трактор так и по-моему у нас бизон и нового стоит мы были на что все продать можно конкретный стартовый капитал себе набить так че у нас получается контракты есть весьма жирные контракты а у нас смотрю техника некоторые ушата на них он тушатан бизон ушата это по-моему а я хрен за чуть такой рсм это наверно нового и от ушатан в хлам ну чё давайте возьмем тачку и прокатимся до базы как раз таки есть одна тачка который хочу посмотреть только цвет такой крутой цвет и заодно узнаем где у нас магазин и заодно узнаем где у нас сброс будет если я сброшу технику техника тоже на магазине тоже неплохо ух так я немножко еще не ориентируясь по карте получается вот так и вот так ну кей погнали посмотрим как это баги вообще управляется а это у нас же ох ни хрена краски едет первый раз краски вообще реально первый раз виду в виде трафика а это у нас gd получать я думал то тоже дорога надо было у лазик конечно взять ладно и потом на превьюхе уазик поставлю что как-то ступену просто интересно было как это тарантайка едет газелька но это уже привычный транспорт в виде трафика дожди я там какой-то еще объект не посмотрю ну-ка тормози вот это чё у нас производство муки ну я не удивлен и не удивлен то что здесь большая часть производства это с рассвет да мне кажется одни тут все те же самые производства так ну да даже по внешнему виду очень напоминает у нифига сирсу и там бы тормозни и дали там кора офигеть у задних прикольный мне нравится поехать такой съезд смотрю это получается на молочный завод ветер ну-ка я реально на картах по моему может быть и слышал где-то ветер но очень редко там возможно даже не слышал просто пирас слышу звуки ветра на карте а может это связано с сезон модом не знаю может это вообще не с карты связано так а вот это что такое тут явно какой-то заезд и вот не тут ничего не точить такой тазаха поехали посмотрим их надо было сик взять он больше подходит под антураж этой карты это какой-то в бомбоубежище или чуть такой это хранилище ну вот динамическая мать ее грязь а тут халявная известь насколько я понимаю а сколько стоя участок полтора ляма но купить вывести все это и продать передать чья-то база старая или чуть такое все я честно говоря не знаю что вот этот за бункер вообще реально знать и никогда их не встречал жизнь поэтому не имею понятия какую цели они несут так сказать суша баги довольно таки как-то не прыгать ничего адекватно реагируют на кочки вот звуки конечно так а вот это это я смотрю а это у нас получается протравить или зав а сколько он стоит 13 лямов тут довольно таки все дорогое ну раз тут есть лесопилка то с такой лесопилка можно быстро поднять бабу а там же я помню доски очень дорогие можно еще свою лесопилку поставить вообще все дорогущее будет при но пока что мне нравится можно это как бы рассматривать на прохождение не знаю пока посмотрим что вы скажете вот ты вот напишешь комментарий или может голосование какой-нибудь устроить там красная звезда чем там с этот с пока новый битский или же вот палдейкина вот три карты сделал голосование а то я чё-то прям не знаю не реально не знаю что делать чё писать но пока мне очень нравится прям капец как нравится эта карта такая простая не замысловатая можно на свои здания тут наставить все глушим ну чё вроде бы все посмотрели все что мне мне по крайней мере необходимо я вроде увидеть единственное можно над картой полетать посмотреть что еще тут есть просто примерно прикинуть как она выглядит но очень напоминает рассвет но немножко попроще мне кажется поля квадрат это кстати тоже круто и есть место где разворачиваться ботом это тоже весьма классно но я боюсь ту технику на будет покупать сразу средний большую травы как бы тоже дохрена ну наверное вот это место а тоже можно купить нету по любому на на среднем уровне сложности играть так а вот это а эти точки продажи это у нас конец карты задники какая-то но это расстройка ведь это все строится тут наверно песок можно продавать вот песок наверно доски да все все тупо строительный еще одна деревня тут тоже какая-то точка продажи есть деревня кстати такая 3 ох какой древний это вам польский трактор ветерок задул о 3 левочник у птички поют надеюсь птички мне авторские права не выдадут не выдадут я думал то дорога реально а если убрать где-то же дышку то можно и пришить в дорогу туда смотрите проезд есть кстати неплохое место для превьюхи прям не знаю каким-то прям сталкером отдает немножко так это у нас ну круто то что все производства разбросаны по карте какой-то степень но поля конечно какие дорогие а поезда то тут вообще ездит нет или ходит чуть такую даже здесь картинку воткнули блин авторы заморачиваться тоже не пахает своих так это у нас уже новое производство это уже выход башня 5g для отключения чипированных тоже . продажа мега огромное поле за 200 лямов и даже боюсь представить какой тут будет контракт кстати на буду прям задувает я в левом ухе прям как дуну не прикольно но ветер по идее должен быть да и поле смотрите она не идеально ровно и это тоже кстати крут задники даже есть вот этот задник мне тоже нравится это по моему со стандартной карты задник взят а я не знаю не буду гадать так это свинарник рыбхоз я даже не знаю если я начну проходить это же ну наверное с по-любому это будет сначала лесопилка первое производство потому что самое простое а чё она там вообще хочет она же такая же так как на просто подумал придет ащипы даже отдельность и на рассвете по он тоже был отдельно доступ ну да то же самое а чё кстати я цена не смотрела культуры так вот доски сколько 300 это сложность средний да нихрена тут цены это моим а это это как раз таки с карты а тоже кефир есть сыр вообще о тут цены тут можно даже наверно сложно начинать песок с этим он сколько стоит рыба сахар видали какая цена не тут на есть тут начинает у нас уже иначе мы пройдем на это серии 10 наверно вода вообще копейки стоит ну-ка моя лям тут что-то с ценами сушки не то ну-ка ставим можно 700000 тут некое производство просто в читерные превращается зато рыбы копейки стоит так что тут еще одежда тоже копейки хлеб тоже на это это мои производство модулы а свекольный жомб 100000 даже на этой наизвести можно подняться конкретно наверно говня давно нет даже топлив нет при заступлю я даже думаю продать удалить ну в общем устроим голосование красная звезда балдейкина и новописки никогда не научусь правильно произносить и посмотрим мне это как-то принципе пока что нравится во первых стартовый капитал хрена узнать какой еще быть я чуть не посмотрел сашка я запустил игру ну плюс всю технику мы точно продадим а чё тут оставлять не не тут не чувствую все продадим все подчистую и будет только русской тех можно конечно нового ставить да нет все короче короче все устроим голосование все зависит от вас красная звезда новописки наверное и балдейкин тем временем всем спасибо за просмотр качаем а я кстати скачал то не туча версию в группе у меня и скинуть человек который так надо купить ничего вот ука сколько стоит сканирование 4 ляма промотаем время давай быстрее сканируем точнее анализирует да ты заколебал заодно посмотрим как тут ночью выглядит все довольно таки прикольно утро теперь ждать пока он пройдут ладно хоть тут снег самого начала не идет вот мне сказать скинул в группу вы видите как раз таки на стене там и точно земледелий немножко по-другому сделала там в основном получается супесь и сугринок только и по-моему сугринка там как раз таки до хренища поэтому она будет ее скачать но если эта карта выиграет голосование проходим в группу ссылочка под одной вон там где-то на в подробнее где-то там и короче там еще осталась ссылка на монитор на вы тоже ударить все короче заболтался всем спасибо за просмотр и всем пока